Доброе утро, дорогие телезрители! Меня зовут Мельниченко Андрей. Сегодня я вам расскажу, как при помощи амортизационной резины укрепить мышечный корсет спины. Первое упражнение – сгибание, разгибание корпуса с амортизационной резиной. Исходное положение – ножки на ширине плеч, берем резиночку вдвое, опускаем на пол, становимся обеими ногами, стопа к стопе, выравниваем корпус, ягодицы напрягаем, лопаточки максимально сводим, подбородочек смотрит вверх перед собой. На вдохе таз отводим назад, производим сгибание корпуса, смотрим вперед перед собой. Поясничка прогнута, лопаточки максимально сведены. Опускаем корпус до 40-45 градусов. На выдохе производим разгибание корпуса. На вдохе сгибаем корпус, на выдохе разгибаем. Для начинающих рекомендую делать 10-12 повторений, 2-3 подхода. Второе упражнение – тяга амортизационные резины к корпусу в наклоне в 45 градусов. Берем резиночку вдвое, опускаем на пол, становимся обеими ногами, выравниваем корпус, ягодицы напрягли, лопаточки свели, подбородочек поднимаем повыше, таз отводим назад, поясничка прогнута, лопаточки сведены, корпус держим в положении 45 градусов. В данном положении в статике очень хорошо работает поперечная поясничная мышца. Руки расслаблены, прямые, делаем вдох и в момент выдоха производим тягу резины в груди. При этом плечи максимально прижаты, локти стараемся максимально завести за линию корпуса. На вдохе выравниваем ручки, на выдохе подтягиваем. И третье упражнение, это альтернатива становой тяги, которую спортсмены привыкли зачастую делать с большими весами в тренажерном зале. Это становая тяга с резиночкой. Опускаем резину на пол, одеваем на стопы, максимально широкая постановка ног, стопы слегка подразворачиваем, берем резиночку, выравниваем спинку, лопатки максимально сведены, смотрим перед собой. На вдохе таз отводим назад, присаживаемся до параллели бедра с полом, на выдохе производим подъем. На вдохе присели, на выдохе встали. При этом стараемся спинку держать максимально ровненько, лопаточки, чтобы были максимально сведены. Данное упражнение становая тяга с амортизационной резиной очень хорошо подходит для тех, у кого есть проблемы с проясничной областью позвоночника. Если есть какие-то грыжи, протрузии или, возможно, делали операции. Также очень хорошо данное упражнение будет помогать и профессиональным спортсменам для мягкого укрепления самых глубоких мышц стабилизаторов. Спасибо за внимание. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!